Родник не зажурчит. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка отказала комбинату родник возобновить лицензию на производство алкогольных напитков. Формальным поводом для отказа стало отсутствие договора аренды на здание завода по улице Ветлянской. До этого ведомство 8 раз отказывало роднику в получении лицензии, но ни разу не упоминалось об отсутствии прав на эксплуатацию здания. Между тем, производство на роднике простаивает с конца февраля 2014 года. Льготная ипотека выйдет на рынок вторичного жилья. Идея уже прорабатывается Минстроем и Минфином. Ставка по таким кредитам не превысит 12%. Однако участники рынка имеют диаметрально противоположные взгляды. Одни считают, что льготная ипотека вполне способна пробудить интерес к покупке квартир в старом фонде. Другие опасаются, что эффект от программы может быть противоположным. Ставки по ипотеке попросту вырастут. Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге снова попал в десятку лучших музеев мира в рамках премии Travel's Choice портала TripAdvisor. Для определения победителей премии учитывается качество и количество отзывов о музеях в разных странах, собранных в течение года. В 2014-м Эрмитаж находился на третьей строчке списка и был лидером среди европейских музеев. А в этом году Петербургский музей опустился на шестое место. Первое место у Метрополитен-музей в Нью-Йорке, второе у музея Д'Орсе в Париже. Третье место занимает Институт искусств Чикаго. Замыкает десятку Национальный археологический музей в Мехико. Российский фондовый рынок открылся нейтрально, но быстро перешел к снижению. В первые минуты торгов индекс ММВБ снизился до отметки 1730 пунктов. В аутсайдерах торгов Акрон, Солерс, Газпромнефть, Яндекс и Полюс Золото. В лидерах повышения оказались бумаги Татнефти, Обычка Полиметалл, МТС и Мостатреста. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Инвесторы ждут решения ФРС США по процентной ставке. Вчера американские фондовые индексы закрылись в уверенном плюсе, чему способствовал рост цен на нефть. Курс доллара на 18 сентября 65,36 рубля. Курс евро 73,93 рубля. Золото стоит 2349 рублей за грамм. Серебро стоит 31 рубль 2 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent 49 долларов 60 центов за баррель. А теперь время новостей спорта с Сергеем Кизоркиным. Продолжение следует... ah... Продолжение следует...